Есть мысль, которая глубоко укоренилась в общественном сознании. Деньги от продажи алкоголя необходимы бюджету нашей страны. Многие люди верят, без этих денег государство вообще не сможет существовать. Бывший министр финансов Кудрин даже заявил однажды, кто пьет водку, тот больше внесет помощь государству на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие других социальных услуг, поддержку рождаемости. Поступления в российскую казну от производства и продажи спиртных изделий достигают 300 миллиардов рублей в год. Только за первое полугодие 2015 года государство получило почти 133 миллиарда рублей. К тому же в этой сфере деятельности заняты тысячи людей. Они получают зарплату, платят налоги и обеспечивают свои семьи. На первый взгляд все здорово. Бюджет пополняется, индустрия работает. Однако кажущаяся выгода оборачивается для нас гигантскими потерями. Еще в советское время доктор экономических наук профессор Искаков подсчитал. Один рубль, вырученный от продажи алкоголя, несет общество убытков на сумму до 6 рублей. Откуда берутся эти убытки? Давайте смотреть. Прежде всего снижается производительность труда. Люди допускают больше ошибок и брака в работе, особенно после праздников и выходных. Иногда человек вовсе не может выполнять свои служебные обязанности. Это означает прогул или больничный. И то и другое – ущерб для экономики. Нетрезвые сотрудники часто становятся причиной аварии и несчастных случаев на производстве. В состоянии алкогольной интоксикации граждане портят частную и общественную собственность. Разрушенные остановки, разбитые окна, сломанные памятники, уничтоженное пожарами имущество – все это влетает нам в копеечку. Не забудем о дорожно-транспортных происшествиях по вине нетрезвых водителей. Люди теряют в таких ДТП не только технику, но и здоровье, а порой – саму жизнь. Никаким другим ядом человек не убивает себя так же часто, как этиловым спиртом. От отравления этанолом гибнут десятки тысяч наших сограждан ежегодно. Совокупные людские потери от алкоголя в России достигают 700 тысяч человек в год. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году алкоголь унес полмиллиона жизней. Это не только люди, которые умерли от болезней, спровоцированных алкоголем. Тысячи наших нетрезвых соотечественников каждый год замерзают, тонут, погибают в огне пожаров и кончают жизнь самоубийством. Миллионы лишаются здоровья. Кстати, их лечение и пенсии по инвалидности обеспечиваются за счет налогоплательщиков. То есть за наш с вами счет. Этиловый спирт – настоящий детонатор преступности. Две трети убийств, половина изнасилований, значительная доля разбойных нападений и хулиганских действий совершаются в состоянии алкогольного отравления. Содержание осужденных в тюрьмах тоже оплачиваем все мы. Вспомним о сиротах, родители которых живы, но не способны заботиться о своих детях. Детские дома – дополнительная нагрузка на бюджет. Еще в 50-х годах прошлого века СССР был одной из самых трезвых стран Европы. Но алкогольная промышленность в нашей стране активно наращивала мощности. И уже в 80-е Советский Союз вышел в лидеры по уровню самоотравления. До одной трети всех поступлений в бюджет составляли алкогольные деньги. Миллионы людей деградировали, теряли здоровье и жизнь, разрушали семьи. Десятки тысяч советских ребятишек попали в детдома, лишившись родителей. Огромный ущерб был нанесен народному хозяйству страны. Вспоминайте профессора Искакова. До шести рублей убытков на каждый рубль от продажи яда. Получается, что в те годы страна ежегодно теряла два своих бюджета из-за алкоголя. Наше государство по экономическим показателям опустилось со второго на четвертое место в мире. В итоге СССР и вовсе был разрушен предателями во власти. Одурманивание народа этанолом сыграло здесь решающую роль. В своей работе «Алкоголь и жизнь» доктор физико-математических наук Леонид Попов делает важный вывод. Если в каком-то обществе на душу населения приходится более одного литра алкоголя в год, то таким обществом легко можно манипулировать. Население перестает понимать, что происходит в экономике, политике и социальной сфере. Не видит, куда его ведут. Пьяным народам легче управлять. Эти слова приписывают Екатерине Второй. И они прекрасно выражают формулу власти бессовестных политиков. У отравленных советских людей просто-напросто увели из-под носа страну, поделили ее на части, а затем разграбили, назвав это красивым словом «приватизация». Хорошо известно, какой ущерб может нанести государство правления нетрезвого руководителя. Один лишь пример. В 90-е годы весь оружейный уран России был продан Соединенным Штатам Америки менее чем за 12 миллиардов долларов. Его рыночная цена – 8 триллионов в американской валюте. Ценейшее сырье было продано всего за 0,15% реальной стоимости. Вспомним и о нашем потомстве. Чем больше алкоголя, тем больше рождается дефективных детей. Связь эта прямая и прослеживается давно. С ростом производства и продажи спиртных изделий всегда увеличивается число школ для неполноценных детей. Наша Родина переживает небывалый демографический кризис. В конце 2006 года президент Путин так оценил людские потери страны. «Вы знаете, за последние 13 лет тенденция сокращения населения приобрела в России к сожалению устойчивый характер. За эти годы число людей, которые ушли из жизни, превысило родившихся на 11,2 миллиона человек». А Геннадий Онищенко на страницах российской газеты сообщил «Алкоголь, табак – главные составляющие той катастрофической демографической ситуации, которая сложилась в стране». По обеспеченности природными ресурсами, Россия – самое богатое государство мира. При этом народ Российской Федерации составляет лишь около 2% от населения планеты. Наше богатство – лакомый кусочек для многих в этом мире. Сможет ли вымирающий и ослабленный народ удержать свои земли? Мы видим, как растет в последнее время политическое и экономическое давление на Россию. Чтобы ответить на все вызовы, брошенные нашей стране, нужен трезвый, здоровый народ. Ведь в конечном итоге процветание и успех обеспечивают не деньги и технологии, а граждане, их способности, воля и труд. Для решения сложнейших задач, стоящих сейчас перед Россией, требуется население высокого качества. А когда правительство планирует доходы в бюджет получать от продажи алкоголя, то на самом деле оно планирует деградацию, вымирание и ухудшение экономической ситуации в стране. Сейчас так много говорят о нехватке денег в экономике и необходимости инвестиций. При этом огромные живые деньги населения тратятся на саморазрушение. А ведь эти средства могли быть направлены на созидательные цели и сделать нашу жизнь лучше. Да и можно ли все мерить деньгами? В какую сумму оценить страдания ребенка, которого бросили родители? Сколько стоит потеря близкого человека, погибшего от алкоголя? Почем нынче утрата здоровья? Какова цена свободы и достоинства? Продажа алкоголя населению – это ограбление народа с причинением ему тяжких телесных, генетических, экономических и духовных повреждений. Это система угнетения и паразитизма, в которой обогащается тот, кто яд производит и продает. А отравленное общество вынуждено тянуть на себе груз последствий яда торговли. Давно доказано – материальные и моральные потери от алкогольного самоотравления всегда многократно превосходят любые возможные выгоды. Но ложь, которая оправдывает смертоносный бизнес, льется из средств массовой информации постоянно. Заводу *** не хватает оборотных средств. А ведь там трудится 300 человек, рабочие места которых нужно сохранить. Этот завод – еще и один из крупных налогоплательщиков в областной бюджет. 360 миллионов рублей в год. Аграрный комитет предложил предоставить областные инвестиции заводу ***. Оказав помощь предприятию, регион приобретет надежный источник дополнительных доходов. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА